Здесь спонсор данного видео профессор Вангста. Мы сейчас посмотрим еще один обзор Эльдар Некрон. И в конце видео мы узнаем, что же произошло в партии Некрон Космодесант, когда у Космодесанта осталось 25 секунд на декап критов. Обзор Эльдар Некрон. Фатоморга вновь, Эльдар Некрон. Некрон, 5 Скоробеев. Первый Скоробей, я так понимаю, отправляется на разведку. Выходящие будут строить генераторы. Все ясно, все понятно, 4 гена, красота. И НВ. Фиолетовый Эльдар, розовый хотел сказать, но нет, это все-таки фиолетовый цвет. Два Капера, ноги. А ты куда пошел? Интересно. И естественно здесь будет два Рипера, потому что Эльдар всегда играет против Некрона. В Рипов. Наблюдаем. Зачем Эльдар идет сюда? Зачем Эльдар идет сюда? Зачем ты пошел сюда? И ровненько шел к этой турельке. Ну простите меня, но я скажу. Мапхак? Нет, тогда тут бы затупо не было. Ладно, 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 ладно. Ладно, окей, ладно. Строится турель. Эта турель... Достроится. Эта турель достроится. Да, турель достроена, но Скоробей умер. Все, урон протонулся. Нет, ну, ребят. Интересная логика, зачем он пошел сюда рабочим? Зачем? Я вообще не уловил этой сути. Ладно, ладно, напишите в комментариях, ладно. Ну что, капточек продолжается. На застройку поста не хватает ресурсов, потому что про реинфорши были дозорные. Напрасно, мне кажется. Две пачки рипов. И, смотрите, а у Эльдара-то проблемы. Без саркофага наломиться на одну, кажется, простую турель Эльдар уже не хочет. Он просто стоит. Может, все-таки пойти к Некрону на базу? Или все-таки ломать турель? Вот он в раздумьях и бегает. Ринфорс. Так, первое принимать урон, второе риперы будут стрелять издалека. Первое принимает урон на себя. Некронские турели лучшие в игре, повторюсь. И это тяжеловесы среди турелей. Они стреляют медленно, но сильно. В отличие от других турелей, которые стреляют часто, но слабо. Ну, в принципе, урон будет на выходе один. Но в перспективе времени, за одну секунду, турель Некрона нанесет больше урона, чем остальные турели. Понимаете, в чем суть? Как настоящий тяжеловес. Редко, но метко. Или часто, но слабенько. В общем, как-то так. Но в итоге выход будет один. Урон будет примерно нанесен один. Ну, все, риперы освободились. Здесь встречается еще одна турель. Раз промах. Попадание. Еще точность, меткость попадания у них хромает. Попадание. Все. Лучшие турельки в игре. Некронские, ребят. Так было и так вот всегда. Если, допустим, ты подбежал в радиус поражения этой турели и получил сразу же огромный урон, то если ты подбежал к любой другой турели игре, например, космодисанской, и получил маленький урон, ты выбежал из радиуса поражения этой турели. Получилось, соответственно, меньше урона. Вау, еще одна турель. Господи, ребята. Турель здесь. Турель здесь. Обложили полностью этого Эльдара. Рипам подступиться абсолютно негде. Подойти неоткуда. Но все, дальность рипов начинает работать. И на вэшком больно. А сейчас Эльдарам нужно закачать саркофаг, который уже закачивается. Завершается его исследование и будет уже на лом с помощью этого саркофага. Что ж, глянем, глянем. Еще урон больно. Так, откуда пойдут рабочие? Вот он первый пошел на порт. Смотрим, откуда будет выполнен телепорт запрыгивания и куда. Или на монолит ты будешь кидать станы, или на турель. Где будет телепорт? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50-й генератор с тем пробуждение спасает своих скоробеев. Куда ты прыгаешь? Ты пока идешь. Ты пока идешь. Окружили. Две пачки рипов больно. НВ-шкам больно. На монолит. Наброшено на монолит. Пачка НВ. Единственное производящее здание не может производить войска. Вот в чем суть. Вот в чем суть этого матчапа Эльдар-Некрон. У Некрона 3 пачки НВ без лорда. Здесь скоробеи ездят, вкликают урон на себя. Естественно, попытаться дойти в мили и повязать. Турель с этой стороны. Ну, такими темпами столько турелей строит Некрон. Эльдар может запросто сейчас вместо этой бестолковой фары, которая стоит 80, ты уже вместо этой фары мог строить Т2. построить Т2, саркофаг на эту турель, построить Т2, вкачать своих рябцов, построить пару баньшей и голубануть Некрона еще больнее. Но ты делаешь фару. Соответственно, тянешь время, давая время Некрону. Но Эльдар микрит в порядке. У Эльдара с микро все в порядке, с чувством карты все в порядке. Эльдар взял карту, взял карту Эльдара и продолжает давить Некрона. Продолжает. С микро все в норме. Т2 он идет. Но вот единственные фарсира и Т2. В Т2 Эльдар вышел бы гораздо бы раньше. Ну, наверное, фарсира будет гораздо лучше грейда на рябцов и баньшей. Ладно, наверное. Наверное. Повышенная точность на рябцах. Что у Некрона плюс 70 так и остается. Фарсира вот принимать урон на себя, получается, будет разбрасывать НВ-шек. Она будет мешаться и разбрасывать их. Ладно, ладно. НВ-шек много. 6 пачек, 5 пачек, 4 пачки рингфорс. Мешается, бегает фарсирка здесь. Этих можно отправлять через шифт на левый крит. 6 минут until taking hold victory. Т2. Некрон Т2 закрылся турелями. У Эльдара большая нагрузка на микро ложится. Включить-выключить поступь, контроль фары, контроль рабочих, прыжок, бросить саркофаг. Понимаете, сколько работы нужно совершать Эльдару. А Некрону просто ходить НВ-шками взад-вперед, постреливать и подлавливать. Незадачливого Эльдара. Мог еще пройти, но ты развернулся. Мог пройти, мог. Мощь Эльдара ценою повышенного микроконтроля. Неужели пойдет? Да, еще один подошел, еще набросил. Обмен на фарку? Нет, убежит, убежит. Она сейчас присоединится к риперам и будет бегать вместе. Что ж, турель пала, но сколько она протянула времени? Время она потянула, микро она у Эльдара отняла. Духи! Т2, грейд, хотя уже Эльдар был бы с грейдом без фары, но фара принимала урон на себя, так что, знаете, это все спорно, это обсуждаемо, что лучше, мы никогда с вами не узнаем. Все, проверяется, тестируется здесь и сейчас. Т2 с половиной, Дестры, отменил, или прирост сделаешь? Прирост, выбрал прирост энергии, вместо Т2 с половиной. 80-й ген достраивается, Духи. Еще рабочий. Сокол, будешь делать баньши Эльдар или нет? У Эльдара, естественно, точки грейженые две, третья. Берут карту Некроны, Дух, ну, надо Духа спасать, он один, надо его пока спасать. Сокол, все, садимся, летаем, гадим. Были бы сейчас еще баньши, Дух бы отлетел, ой, не могут сесть, проблема. Вот они баньши, вот они баньши, грейд на баньши, вот они, вот они родимые. Эльдар делает все четенько, вот прям как по методичке делает. Работает как по книжке, по учебнику, все четко, единственное только для меня лично спорный вопрос это Фара. А так было бы гораздо пораньше бы у него все. Ну ладно, значит, Эльдар посчитал, как нужнее, так виднее. И сейчас, на этом самом моменте, Некрон идет на базу к Эльдару, вот этой небольшой, немногочисленной армии, которая легко была бы слита вот этими вот рипами на Соколе, он все равно идет в атаку отвлекать внимание. Отличительная черта профессора Вангсты. Грейд на НВ, турель антитешная будет сейчас. Еще духи, турель с этой стороны, плюс 100 прирост. Ломает здесь, сейчас они будут грейджерны. Ну, знаете, опять начинается вот эта вот контрыгра... Т2, Т2, грейд, мощь, мощь, еще больше урона, еще больше ужаса. Да, теперь Эльдар выбирает саркофаг на туреле, а не на монолите. Смерть, если строитель умирает, значит, саркофаг будет действовать меньше по времени, контроль починка духа, контроль. Есть контроль, шикарный контроль. сломали, и здесь нужен кто-то, например, вы, чтобы докапить Эльдарские точки. Смотрите, смотрите, Некрон отбивается турелью и парой духов от Эльдара, в то время как его основная армия, не знаю, как сказать, драконит Эльдара и сливает этих баньшей, которые здесь запутались. Баньши отданы, баньши отданы на ровном месте, боевой дух пал, баньши отданы, пачка последняя добьет, добил и портанулся, шикарно, шикарно. Здесь попытка построить не удалась. Пауки! Орликин, пауки, уж лучше бы ты сделал две пачки баньшей, но с баньшами ты как-то обыграл не очень хорошо, здесь ты дозорных слил, сокол летит, дозорных отдал, ну ладно, освободил лимит под пауков, ладно. Антитех, 100, 4 пачки НВ, вот ребята, смотрите и учитесь, как играть за Некрона, смотрите и учитесь, мне безумно нравится этот Некрон, безумно нравится, как играет этот Некрон, смотрите и учитесь, учимся вместе с вами. Монолит простаивать не должен, делай Скоробея в себе, восполняя утраченные Скоробеи. Эльдар оказывается в такой интересной ситуации, Т3, приросты от пауков. Отказываешься или будешь сейчас заказывать? 240 у тебя есть на него. Что строим? Генец. Точку застр... Эх, как ты проехал, сними! Ха, набросил, набросил, заметил. Нету Некрона этих двух точек, в принципе, это нормально для Фаты Морга. Лорда тоже нет, пара починить. Здесь, используя дальность, уже не дает Некрону выйти с базы и урон большой. Турель прям под базой для отвлечения. Внимание, вновь поцелуй. Проходит, удается, слив, отмена. Турель здесь. 4 пачки НВ, это хорошо. Здесь контратехники, дух повязать кого-нибудь. Хорошо, хорошо, и смотрите-ка, еще и ресурсы есть. Т2,5 строить пора. Пора строить Т2,5. Дух мешает, турель достроена и армия Некронов идет. Свежеватели, свежеватели, блин, флот большой, надо что-то делать. Надо строить Т2,5 выходить в Дестра. Чинить турель. Жаль. Хорошая была турель, потеря, жаль. Орликин, поцелуй нет, первый удар раскидывающий, свежеватели, сбить фокус отвлечения, внимание. Орликин умирает, проходит дальше, фокус этого Сокола сейчас происходит. Эльдару вновь проблема нагрузки. Какая шикарная здесь турель. Уезжает, Сокол уезжает, здесь отмена, берет точки, 1000 флот, 1000, строй второй монолит, строй Т2,5. Т2,5 наброшено, хорошо, хорошо. Как я переживаю за этого некрона, как я за него переживаю. Здесь слив, небольшой, небольшой слив, дальность рипов, больно, медлительные некроны не решаются, куда им пойти, здесь БДК совершить. Эльдар, Т3 и три пачки пауков. Урон, прирост, копий только не вижу, не вижу больнючих копий. еще свежи. Второй монолит, все сделай, второй мон и Т2,5. Продолжает давить Эльдара некрон, продвигается, ДК совершен. Ребята, ребята, ой, пауки, в мили повязать, сейчас может здесь быть полный слив. Здесь сейчас может быть полный слив некрона, полный слив некрона здесь скорее всего и будет, потому что пауки больно, пока еще Т2, но будет еще больнее, два репа, шикарно микроконтролит Эльдар, безспорно, шикарно микроконтролит, отдает всю армию здесь некрон своих НВшек, выживают только свежеватели, дошел Т2, Т3 урон Эльдара, дошел второй грейд, еще больнее, еще сильнее, еще страшнее, некр сливается, но он проходит и декапит эти точки, тем самым лишая Эльдара реинфорса, 78 уже прирост у Эльдара, проблемы с реинфорсом, а некрон, он повышает и повышает себе прирост своего влияния на этой карте, снял, снял, 85, но Эльдар тоже делает прирост и выравнивает его, выравнивает, Т3 паука, тяжело реинфорсить будет, Орликин, копья, лорд, а почему не копья, вот, вот оно, вот оно копье, вот оно, свежи хорошо сбивают фокус, но порта у них больше не будет, все, если ты сейчас не сделаешь ничего плохого Эльдару, ты этих свежей потеряешь, порта на базу, второго уже нет, слив, слив, это слив, копье, пауки, рипы, это слив, некрона здесь, это протонуться уже не сможет, чем ответишь, чем ответишь, лордом, пауком, конечно, здесь трупов масса, сейчас ты выйдешь, восполнишь потери, отлично, паук встает, выедешь, я думаю, выедешь, здесь еще время они тянут, последние свои секундочки, некрон берет всю карту, турели, наверное, от некрона сейчас вряд ли будут полезны, архив, ну что это будет, солар, шифт, стандартный суповой набор, еще духи, да, это три не пахнет, одно копье едет вперед, что у Эльдара, Эльдар берет свои утраченные точки, три пачки пауков, две пачки рипов, форсира и одно копье, Т4 от Эльдара, аватары призмы, лорд шагатель против техники, паук здесь едет, его сейчас копьем снесут, ты интересно, подобывал ты души или нет, или ты не подобывал души, ой, души, трупы, граната на пауках, копье начинает работать, еще будет граната и паук падет, как-то знаете, надо было, блин, здесь его оставить, трупы-то собрать, лорд здесь одну пачку заберет, духи заберут, три духа здесь заберут, в общем, Эльдарку сейчас повяжут, Эльдарки сейчас опять микрить, пачки разводить, пауками контролить, еще духов, масс духов накапливает некрон, накапливает некрон духов, и идет сюда, только не говорите, что сфера воскрешения здесь будет, сфера воскрешения, сфера воскрешения здесь встает, ну блин, ну прилично встает, духи здесь опять потянут время, турель будет сбивать Орликинов технику, а духи будут вязать, нет, не будут вязать, смотрите, опять размен бас, да вы посмотрите, господи, что не играл профессор, что обмен бас, снова вся эта толпа понеслась к Эльдару на базе, здесь декап, там декап, армия восполнена, блин, я первый раз, наверное, вижу реплей, когда некрон в дуэли, в жесткой, скилловой дуэли использует сферу воскрешения, сфера амулет, что третья, да, монолит падает, и снова, размен бас, снова размен бас, а долго падает монолитик-то, долго посмотрите, а у Эльдарки будет побыстрее падать, точки снимаются, пара турелей, НВ, долго монолит стоит, долго монолит стоит, блин, я не знаю, лорда, наверное, надо было вернуть, он все равно здесь ходит, бесполезно, лорда бы вернуть, а, декап, Эльдар остается на плюс 58, у Эльдар остается, одна точка, две, ну, господи, одна точка застроенная, все, репы, и развал базы, Эльдар не пошел в размен, Эльдар возвращается на базу, Эльдар возвращается на базу, призма, огненная призма, но сейчас у тебя падет главка, еще репы, падает главка, есть строители, вот он один, он убегает, возвращается всю армия на базу, главка падает, господи, я не знаю, лучший Некрон, это лучший Некрон, ребята, Солар, здесь Солар, главка пала, пауки протонули, но они будут повязаны, здесь пауки прыгнули на убой, просто так, видимо, я не знаю, напугать, ну, подсольют сейчас, блин, три здания производящих осталось, да, здесь армия пала, армия здесь закончилась, отбился, Эльдар отбился, прирост у него на нуле, и главки у него нет, и не предвидится у него постройка главки, не предвидится, Дестры, еще Грейт, Турели, Некрон, благо жив, ты еще хочешь здесь поднять, а может быть, ты все-таки здесь бы поднял, или просто стоит, дежурит здесь, паук, паук мог и здесь сбору строить, Дестр застрял, пришлось делитнуть генератор, вот в чем проблема, строить новый, два Дестра, в принципе, знаете, вроде бы это и мощная армия, но в то же время вроде бы и нет, Солар, но у пауков есть гранаты, поднял здесь толпу, поднял, толпу здесь поднял, подождите, а как он поднял и здесь, и здесь, и здесь, Итак, Лорд Некронов применяет сферу воскрешения, удар в землю, они встают, Некрон Лорд прыгает на базу к Эльдару, и здесь трупы тоже поднимаются, то есть Некрон Лорд сейчас поднял в двух местах трупы, ребята, значит, у этой способности есть не только область вокруг Лорда Некрона, в которой будут подняты мертвые Некроны, но и продолжительность этой способности, допустим, две секунды, три, вот он ткнул, и можно прыгнуть еще куда-то, и в том месте, куда будет совершен прыжок, они тоже встанут, пока действует способность, массовое воскрешение, ребята, вот это для меня открытие, просто, просто открытие, как ты поднял и здесь, и здесь, да, свежеватели умерли, восстановиться не успели, паук здесь, а здесь паук наподнимал, здесь наподнимал паучок, я так понимаю, три Дестры здесь дежурят на всякий случай, Лорд с копьем, вот это можно уничтожить, еще базу развалил, Лорд, нет строителей у Эльдара, нету, все, Дестры выезжают на поле боя, и сейчас эти риперы получат очень больно, Лорд здесь, паук здесь, все, погнали, погнали, Некрон затащил, Некрон победил, ребята, шикарный, лучший Некрон, Некрон вытащил эту каточку, вытащил, Некрон каточку вытащил, лорда жалко, жалко лорда, дух здесь, почему еще паук не может духов производить, это вообще был бы урок, ну что Эльдар, у тебя единственное производящее здание техники и техники, все, больше у тебя ничего нету, лорды, чем дело кончится, чем сердце успокоится, 78 прирост у Некрона, ну а что, у Некрона все нормально, еще генератор, еще генератор, лорд, имморталы, дестеры сейчас будут охотиться за рипами, за пауками, 4 дестера, 4 дестера, где спастись Эльдару, а нигде, только пойдет этот лорд, и Эльдар останется беззащитен, все, рипы, привет, от 4 дестеров не спастись, реинфорса у тебя тоже уже нет, встал лорд, 3 пачки у тебя пауков, 2 пачки рипов фара, и 2 лорда, что, пошел ты в свою последнюю атаку, Эльдар, да, своя последняя атака, чем она закончится, в принципе, маловато, наверное, армии, что-то нужно еще, что-то нужно еще, как это сконтрить, некрона, 4 дестера, прыжок пауками, пехота вся поляжет, 4 дестера, гранатки будут брошены, вот это интересно, вот это интересно, снова поднимает, как он поднимает, смотрите, вытянутая, этот мы момент потом посмотрим на повторе, еще монолит, ну а что, сломать сейчас вот это, вот это, Эльдар проиграл, 2 производящих здания сейчас падают, и Эльдар умирает, и даже армию убивать не надо, Эльдар, Эльдар возвращается, потому что здесь ломают производящие здания, 2 декапит, у Эльдара прирост, плюс 6, падает, последнее, это последнее производящее здание, последнее, реинфорс, нет больше никакого реинфорса у Эльдара, возвращается, прыжок, солар, ослепли пауки, и падает, падает, Вот это да, вот это да, ребята, это обалденно, просто обалденно, невероятно, скилловая игра от Некрона, ребята, вот, я не знаю, вот вам методичка, вот как играть за Некрона, лучший Некрон, я не знаю, я смотрел Некронов, я смотрел Некрона Маньяка, я смотрел Некрона Кайфона нынешнего Астрахира, Но я никогда не видел у них ничего подобного. Их игры невероятно скучны и унылые. А здесь вот просто спектр чувств. Я смотрю первый раз вместе с вами. У меня нет слов, ребята. Это лучший, это шикарный Некрон из всех, что я когда-либо видел. Профессор Иванов, ты лучший Некрон из всех, которых я когда-либо видел. Невероятно эпичные, невероятно скилловые игры. Каждая игра, господи, каждая игра. Ладно, братцы, ладно. Ну а что, сейчас мы немножко остановимся поподробнее на повторе, на прошлом повторе. Некрон Космодесант и узнаем, чем же этот повтор закончился. 25 секунд до победы профессора по Теканхолду. Успевают ли десантники выполнить Декап на правом крите и на центральном? Давайте посмотрим. Время на преодоление дистанции и, собственно, начался Декап. Духи рубят неплохо, свыживатели. На миду сели на Декап. 13 секунд, 12, 11. Есть Декап, как я и предполагал. На правом криту будет Декап, а на левом? Три, два. На двух секундах. Две секунды осталось профессору до победы. Декап, оказывается, был произведен. Да, на две секунды я ошибся, на две секунды просчитался. Правильный ответ. Победа Космодесанта. Он успевает выполнить Декап и побеждает. Побеждает.